Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и мы продолжаем разбирать финальный матч шахматных движков между программами Коммода и Стокфиш. Итак, у нас с вами 44 партия матча, Коммода играет белыми и начинает ходом Е4, на что Стокфиш применяет защиту Каракан. Коммода играет очень левый вариант, сначала выводит коня на Ц3 и потом вставит своего ферзя на поле Ф3, подкрепляя пешку Е4. Стокфиш пытается наладить давление на эту пешку и пешка все-таки проходит на Е5, после чего белые защищают ее ферзем с поля Ж3. Получается позиция в духе французской защиты, которая может возникнуть на доске, сыграя черный здесь Е6, Д4. Ну и мы с вами видим позицию с французской защитой, причем белые удачно перевели своего ферзя на поле Ж3, где он будет постоянно оказывать давление на пешку Ж7. Не так просто черным здесь сделать короткую рокировку. Поэтому Стокфиш не идет на эти варианты и делает ход ФБ6. Идея хода в том, чтобы воспрепятствовать движению Д2-Д4. Но на первый взгляд белые могут легко провести это продвижение, сыграв сначала Конь Ф3, естественно развивающий ход, но видимо Стокфиш на это запланировал ход Конь Ц5. Идея хода в том, что теперь на Д4 Конь переводится на поле Е6, не совсем типичный перевод, но сейчас под боем пешка Д4 и защищать ее не так просто, поскольку ферз в поле Б6 атакует не только на Д4, но еще и держит под прицелом пешку Б2. Таким образом у белых нет выхода слона на поле Е3 и им приходится защищать пешку не совсем удобным образом. Например, коня ставить на Е2, перегораживая выход белопольному слону. В общем, в этом случае черные получали бы полноправную игру. Но обратите внимание, как играет Комода, он даже не думает делать ход Конь Ф3 и немедленно играет Д4, жертвуя пешку. Ну что ж, Стокфиш принимает вызов, пешка Д4 забрана, и теперь после хода Конь Ф3 белые выиграли темп нападением на черного ферзя. Ну, кажется, ничего страшного, у черных очень крепкая позиция, она носит скорее закрытый характер, но смотрите, как играет Комода, он не останавливается перед жертвами и жертвует вторую пешку. Играя Е6, такая типичная тормозящая жертва, в случае принятия жертвы пешки на Е6, белые продолжают спокойно завершать развитие, а черным очень сложно ввести в игру своего чернопольного слона с Ф8, да и белопольный слон тоже явно не красавец. Ну и в общем-то все фигуры очень тесно стоят, сгрудились на своей плавильной доске. Конечно, черные могут продолжать развитие ходом Конь Ф6, но белые просто развиваются, готовят длинную рокировку, после чего они будут оккупировать поле Е5 своими фигурами, сдваивать логи по линии Е, оказывать давление на пешку Е6, и черным не так просто этому воспрепятствовать. Давайте посмотрим принципиальный вариант, где черные забирают уже третью пешку, съедают ферзем на Б2, белые просто рокируют в короткую сторону, ну и черные пытаются как-то развиться, играют Конь Б6. В этом случае очень неприятный ход А от Таи, отнимая ферзя поле Б4, и если черный ферзь идет в освоясь и обратно на Б6, то после хода Коня А4, Ферзь Д8, кажется, что у черных абсолютно безопасная позиция, все их фигуры надежно сторожат своего короля, но неожиданно следует вот такой вот форсированный мат, белые подставляют ферзя под бой пешки и ставят мат слоном. Очень красивый вариант, мы с вами видим, что черный король попал в мат буквально в начальной стадии партии при полной доске фигур. Ну, конечно же, в партии движков такое случиться не может, и Стокфиш предпочитает не брать пешку на Е6, сделать ход Конь Ф6, тем самым позволяя белым пробить на Ф7 и лишить собственного короля рокировки. Ну что ж, все равно черные сохраняют лишнюю пешку, король их ушел на поле Ж8, вроде бы безопасную зону, но теперь страдает ладья в углу доски, который не так просто войти в игру. И давайте посмотрим, как Коммода пытается этим воспользоваться. Пока что белые спокойно завершают развитие, и основная их игра теперь связана с блокадой по черным полям. В частности, очень важно поле Е5, куда стремятся все белые фигуры. Мы с вами видим, что ладья занимает линию Е, и поле Е5 постоянно находится под контролем белых фигур. Вот уже Конь становится на поле Е5, и чем-то наша партия напоминает классические партии Аруна Немцовича, где он жертвовал пешку, и потом блокады по черным полям практически запотовывал своих соперников. Давайте посмотрим, как это может быть реализовано в партии шахматных движков. Конь на С3 пока расположен не лучшим образом, и он переводится на лучшие клеточки, в частности, на поле Д4, и здесь мы с вами уже видим классических коней Немцовича, которые блокируют по черным полям пешки черных, которые расположены на белом, и очень сильно страдает белопольный слон черных. Пытаются черные сбить эту блокаду ходом Конь Д7. Белые поддерживают коня на Е5 вторым скакуном, отступают пока что ферзем на Д1, ну и пытаются хоть как-то Стокфиш развить своего белопольного слона, открывают ему дорогу куда-то вбок на поля А6, либо Б7, но черные очень сильно отстают в развитии, белые играют С4, подрывая теперь уже голову пешечной цепи черных пешку Д5. Пытаются черные как-то развиться, переводят коня на поле Е4, но теперь появляется новая слабость в позиции черных, это поле Ж6, куда устремляются белые кони, кони Х4, и после хода слона А6, белые спокойно защитили пешку на С4, и все-таки водрузили своих коней на поле Ж6. Теперь мы с вами видим, что действительно ладьи в углу доски очень тяжело войти в игру, и черные решают ее пожертвовать ходом ладья Д8, но команда даже не думает расставаться с красавцем конем на поле Ж6, он спокойно продолжает развитие. Ну и здесь можно было за черных пойти Е5, например, попробовать, но белый тогда отгоняет коня с поля Е4, все-таки забирает ладью в углу доски, и после хода слон Д4, пешка Е5 находится под мощнейшим напряжением, мы с вами видим связку по линии Е, поле Ж6, куда стремится белый конь, в общем-то, черным здесь явно не сдобровать, поэтому пытается Стокфиш уцепиться за материал, играет ладья Х7, ладья здесь, конечно, расположены не лучшим образом, белый сгоняет коня с поля Е4, и продолжает игру на оккупацию центрального поля Е5. Слон переводится на поле Ж3, где он контролирует поле Е5, и спокойно разменивает чернопольного слона черных, теперь у черных не осталось фигур, которые могли бы контролировать поле Е5, и еще ходом Ф4 белые намекают на то, что поле Е5 теперь навечно в их власти. Но, с другой стороны, у черных появляется поле Е4. Пока что черные защищают пешку Е6, пытаются как-то ввести ладью в игру по шестому ряду, но связка белых коней надежно удерживает ее в углу доски, постепенно сдваиваются белые по линии Е, размениваются на Д5, и в этой позиции следует решающий прорыв. Ф4, Ф5. Пользуясь связкой по линии Е, белые идут вперед. Черные пытаются укрепить свою позицию. Белые переводят коня с края доски на более важные поля в центре. Давайте посмотрим, что будет в случае взятия на Ф5. В этом случае белые просто разменивают на Е8, и объявляют коневую вилку, после чего спокойно съедают слона, и остаются с лишней фигурой. Таким образом, пешка Ф5 неприкосновенна. Черные играют конь Е4, перекрывая линию Е, но теперь белые кони переводятся на ударные позиции в центре, и вновь пешка Е6 под страшным напряжением. На этот раз в случае взятия на Ф5, второй конь заходит на Ж5, пользуясь все так же связкой по линии Е, и после отступления белого ферзя следует громоподобное взятие на Д5 с шахом, и мы с вами видим, что черный ферзь не может отвлечься из-за того, что ладья на Е8 остается без защиты, и в общем-то белые матуют. Таким образом, пешка Ф5 опять неприкосновенна. Стоксиш заранее уводит ферзя от коневой вилки на поле Ф8, пытается где-то выпрыгнуть шахом на поле Ц5, но Коммода продолжает свою игру в профилактическом стиле. Он играет Б3-Б4, отнимая поле Ц5 у черных фигур и ставлю пешку под бой. Давайте посмотрим взятие ферзем на Б4. В этом случае ладья на Е8 осталась без защиты, и белый забирает пешку на Д5, нападая на ферзя. Вроде бы есть шах, но конь отступает на Е3, теперь ладья нападает на черного ферзя, и одновременно черный конь оказывается под боем. Лучший ход это конь С3, контратакую ферзя белых, и после отступления ферзя вроде бы черные увели ферзя в безопасную зону, но следует ход конь С2. Конь теперь готов перейти на поле Д4, где он будет оказывать максимальное давление на позицию черных, ну и видно, что черный здесь не в состоянии удержать свою пешку на Е6. Постепенно белые пойдут всеми фигурами, заберут эту пешку, и в общем-то у них уже подавляющая позиция близкая к выигранной. В партии Стокфиш играет ладья Ф6, вводя наконец в игру ладью с угла доски, но это уже не спасает. Здесь уже следует мощнейший удар по центральной пешке на Д5. Белые забирают ферзем. Все фигуры черных сгрудились вокруг собственного короля, следует размен ладей на поле Е8. Ладья забирает коня на Е4, и здесь уже видно, что белые попросту выиграли пешки, сохранив подавляющую позицию. Дальнейшая часть партии протекает в таком вот ключе добивания за белых. Не могут здесь черные побить пешку на Ф5 из-за хода конь Е5, и остаются белые с лишним качеством из-за связки, поэтому приходится им нападать на ферзя, ферзь отступает на Е6, ладья теперь связаны, пешка на Ф5 неприкосновенна, ну и постепенно белые разменивают фигурам, укрепляют свою пешку на Ф5, разменивают еще пару ладей, ну и этот Эншпиль абсолютно выигран за белых. Постепенно приходит белый король в центр доски, и уже в этой позиции был присужден выигрыш белых. Ну и естественный ход короля в 4, потом белые продолжают надвигать свои пешки, где-то играют Ж5, отгоняют короля, потом конь приступает к атаке пешки в Б6. Ну и скорее всего белые растянут обороны черных, и легко добьются победы. Вот такая вот интересная партия была сыграна на чемпионате мира среди шахматных движков. Традиционной жертвой пешки Коммада заставил Стокфиш защищаться с первых ходов, и Стокфиш не справился с тяжелой обороной в духе Арона Демцовича. Блокады по черным полям Коммада добился победы. Если вам понравилась партия, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok